В 1876 году одна из самых красивых и знатных девушек французского города Пуатье влюбилась в бедного адвоката, решив выйти за него замуж во что бы то ни стало. Но счастью влюбленных помешала мать Беланш. Луиза Манье, одержимая идеей поиска лучшего супруга для дочери, она заберла ее в темной комнате на чердаке, где девушка провела 25 лет своей жизни, лишенной возможности видеть своего возлюбленного. Беланш Манье родилась 1 марта 1849 года во французском городе Пуатье. Ее семья принадлежала к знатному аристократическому роду и пользовалась уважением местных жителей и представителей власти. Отец девушки занимал пост декана в местном университете, а мать была известной светской львицей. Беланша росла скромным и робким ребенком. Отношения с родителями складывались не самым лучшим образом, в особенности с матерью. Властная женщина полностью контролировала жизнь дочери, а отец постоянно был занят и не считал нужным участвовать в воспитании наследницы. Повзрослев, Беланш стала вести светский образ жизни. Девушка посещала приемы, самые роскошные ужины и была желанной гостьей на любом мероприятии. К слову, по свидетельствам современников, она была невероятно хороша собой и умна. Самые знатные женихи пытались добиться расположения манье. Однако та не спешила делать выбор, предпочитая ждать настоящего чувства. И в 1876 году ожидания девушки сбылись. Во время одного из приемов Беланш познакомилась с уважаемым адвокатом, который был чуть ли не вдвое старше ее, и сразу влюбилась. Мужчина ответил на ее чувство взаимностью, и между влюбленными разгорелся бурный роман, который должен был закончить со свадьбой. К сожалению, эта сказка о любви не обрела счастливого финала. На пути к семейному счастью Беланш встала ее мать, Луиза Манье. Женщина обвинила дочь в том, что та, имея возможность выйти замуж за самых обеспеченных и знатных женихов города, выбрала простого адвоката, который не только не являлся представителем аристократического рода, но и не обладал достаточным богатством и был намного старше девушки. Однако Беланш не пугала перспектива поссориться с матерью. Девушка решила не сдаваться и продолжать отношения с возлюбленным, тайно встречаясь с ним в разных уголках города и планируя однажды сбежать, оставив родительский дом. Так продолжалось некоторое время, но в марте 1876 года Беланш внезапно исчезла. Общественность была шокирована внезапным исчезновением известной светской львицы. Однако мадам Манье заверила соседей и друзей, что с Беланш произошел несчастный случай, в результате которого она погибла. Эта версия устроила всех, кроме возлюбленного девушки, который не оставлял попыток найти ее и прикладывал много усилий, чтобы узнать хоть что-то о ее местонахождении. К сожалению, его старания не увенчались успехом. На самом же деле, Беланш была жива. Девушка оказалась пленницей своей собственной матери, которая заперла дочь в темной крохотной комнате на чердаке их особняка в центре Пуатье и выдвинула той ультиматум – отказ от отношений с адвокатом или заточения. Решительная Манье не согласилась на условия матери и предпочла остаться в плену, нежели отказаться от любви. Так она оказалась узницей, лишенной возможности видеть солнечный свет, нормально питаться и общаться с кем-либо, кроме собственной матери. Жизнь в плену оказалась настоящим адом. Очень скоро Луиза Манье начала сходить с ума от собственного бессилия перед волей дочери и стала обращаться с ней невероятно жестоко. Она не давала ей нормальной пищи, оставляя на полу комнаты объедки в качестве ужина. Игнорировала просьбы принести воды по несколько дней. Забрала из ее камеры теплые вещи и спальные принадлежности. Лишила дочь возможности мыться, расчесывать волосы и даже ходить в туалет. На сегодняшний день не осталось достоверных фактов, которые могли бы сказать, знал ли отец Беланш о злодеяниях супруги. Возможно, к тому моменту мужчина скончался или оставил семью. Однако у Лизы Манье все же был помощник, ее сын Марсель, старший брат Беланш. Юноша прекрасно знал о том, что мать держит его сестру в плену, однако не собирался вызволять ее. Более того, он играл роль скорбящего родственника и убеждал общественность в том, что Беланш погибла. Неизвестно, какие мотивы двигали Марселем. Вероятно, молодой человек страдал психическими заболеваниями и находился под влиянием властной родительницы, а потому не понимал, что на самом деле происходило в их доме. В 1885 году умер возлюбленный Манье. Когда из жизни ушел последний человек, который не оставлял попыток отыскать ее, девушка окончательно смирилась со своей участью. На тот момент она находилась в плену уже 9 лет и стала понемногу терять рассудок от безысходности. К слову, условия ее содержания продолжали ухудшаться. За все эти годы мать Беланш ни разу не позволила той покинуть комнаты, и девушка спала в куче пищевых отходов. Единственными живыми существами, с которыми она могла общаться, были крысы и клопы, наводнившие ее место заключения. Так продолжалось вплоть до 1901 года, пока 23 мая генеральный прокурор не получил анонимное письмо, в котором говорилось следующее. «Месье генеральный прокурор, имею честь сообщить вам об исключительно серьезном происшествии. Я говорю о женщине, которая заперта в доме мадам Манье. Последние 25 лет она живет впроголодь на гнилой подстилке на чердаке». Это письмо повергло полицию в шок. Никто не мог подумать, что Луиза Манье, пользовавшаяся своим положением в обществе и уважением жителей городка, могла совершить подобное. Тем не менее детективы все же решили проверить зацепку и отправились в дом предполагаемой преступницы. Когда полицейские попросили разрешения осмотреть дом, мадам Манье ответила резким отказом. Это насторожило представителей власти, и они приняли решение взломать дверь в особняк. Проникнув внутрь, они отправились к указанному в письме месту заточения бланш, чердаку, и были шокировано увиденным. Открыв дверь, детективы увидели женщину, 52 лет, лежавшую на прогнившем полу в окружении крыс, насекомых и объедков. Она была крайне истощена, ее вес не превышал 25 килограмм, и она не была похожа на человека. Согласно записям полисменов, они увидели худое существо с длинными спутанными волосами, которые прикрывали ее ногой тела. Истощенная, лишенная солнечного света и отрезанная от любых социальных контактов, бланш казалась испуганным животным, когда мы вывели ее из комнаты. Конечно же, мать и брат жертвы были сразу же арестованы, однако Луиза Манье не дожила до суда. Женщина скончалась спустя 15 дней после задержания, не выдержав гнета общественного гнева. К слову, этот факт сильно огорчил тех, кто знал семью. Люди считали, что смерть – недостаточное наказание для женщины, которая заперла своего собственного ребенка в грязной комнате с крысами и клопами на четверть века. Это дело получило широкий общественный резонанс, публика требовала наказания для брата девушки Марселя. Полиция продолжала расследование причин столь жестокого преступления. А 9 июня 1901 года в издании New York Times была опубликована статья, в которой автор рассказал о годах Блена Бланш Манье и сообщил, что невозможно даже представить, что она пережила за эти годы. Эти слова, напечатанные на страницах известнейшей газеты, привлекли еще большее внимание к трагической истории Бланш. К слову, брат Манье был приговорен к 15 месяцам заключения, однако вскоре был освобожден, поскольку врачи признали его недееспособным, а полиции не удалось установить факт его непосредственного участия в издевательствах над сестрой. Сам он говорил, что никогда не ограничивал передвижение своей сестры, и она сама решила не покидать комнаты в знак протеста. Примечательно, что детективам также не удалось установить, кем была написана та записка, спасшая жизнь Бланш, но все догадывались, что именно Марсель был ее автором. Психика пленницы была искалечена. Она страдала от нервной анорексии, эксбецианизма и других поведенческих расстройств. Всю оставшуюся жизнь женщина провела в стенах психиатрической лечебницы, французского городка Блуа. Она умерла в 1913 году, так и не вернув рассудок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...